Микс Ньюс У нас в гостях глава агентства гражданской авиации Латвии, Мария Сгородцов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем мы, наверное, сразу с актуальных событий. Все выходные практически мы следили за дроном, о котором стало известно в субботу. Вчера вечером стало известно, что прекращены поиски, приостановлены. Что и как, и как так получилось? То есть у нас сейчас как бы два процесса в агентстве. Первый, мы начали расследование этого происшествия, так как там из публичной информации есть подозрение, что могут быть нарушены правила существующие. То есть это один процесс. Второй, мы прекратили действие выданного разрешения. Мы хотим выяснить, они похожи, тот, который убежал, с тем, который в разрешении. Или они не похожи. Какой алгоритм используется, какое оборудование. То есть не может ли случиться это и с пингвином. То есть как бы два расследования будем проводить. То есть информации у нас пока нет. Сегодня у нас запланирован визит в компанию. Там попытаемся какую-то документацию, данные насчет этого исчезнущего дрона получить. То есть из публично доступной информации что сейчас известно? Что проводила испытания, пробный полет, какая-то частная компания. Это не... Известная компания, они более почти уже 10 лет этим занимаются. Провели более 10 тысяч полетов, запусков этих дронов. Ну подобных, да, дронов. То есть успешно их продают по миру. То есть компания известна. Просто этот исчезнущий дрон нам не знаком. А у нас информации нет по нему. Но судя по всему этот дрон не может находиться в воздухе. То есть сколько в принципе может на автономном питании этот дрон находиться в воздухе? Тут по информации опять из публичных сетей пытались установить какой-то рекорд продолжительности полета. То есть, ну следовательно, его оборудование максимальными топливными баками, максимальной емкостью. То есть, ну я сейчас не могу сказать, это он так и с коммерческой нагрузкой, так же 90 часов мог продержаться в воздухе. Либо с учетом коммерческой нагрузки, которую он тоже должен нести, количество топлива должно быть сокращено. И тогда какое-то другое время уже для заказчиков, когда они будут его продавать. Этой информации у нас пока нет. То есть получается, что не более четырех суток, по идее, этот дрон мог бы находиться в воздухе. И через спустя, ну вот по истечении четырех суток, можно сказать, что в воздухе вряд ли этот дрон еще можно встретить. Да, по расчетам компании, то есть вчера в 19.10 местного времени все поиски были прекращены, ибо он гарантийно уже должен был приземляться, ну приземлиться к этому времени. Все ограничения, которые были введены в нашем воздушном пространстве, тоже были отменены с этого момента времени. Чем опасны такие случаи? Как мы понимаем, тут две нити. Первая – это безопасность вот этого воздушного пространства, потому что может произойти какое-то столкновение. И второй момент – это безопасность, ну если так можно сказать, государственная, может быть. То есть мы не можем знать, куда этот дрон полетел, что он там увидит, что снимет и прочее. Так ли это? Ну конечно, в первую очередь он угрожает жизни, здоровью людей. Второе, конечно, он может столкнуться, если про авиацию говорить, с пассажирским лайнером, с другим самолетом. Также может повредить имущество, либо инфраструктуру. Потому что он большой, он тяжелый, передвигается быстро. То есть все ограничения, мы допускаем такие полеты только в специальных ограниченных пространствах и далеко от людей. А чтобы есть ограничения, как близко он может находиться к людям. То есть жесткое ограничение вводится для этого. Какие наказания... Да, слышите нас? Да, да. Какие наказания могут последовать за вот такую потерю контроля над беспилотником? Ну, минимальное... Как минимальное? То есть, так как он является воздушным судном, мы применяем те статьи, которые действуют и на большую авиацию. И, ну, несколько лет назад мы это все пересмотрели. И, ну, наказания, они в денежном выражении, они ощутимы, да, они существенны. То есть вот это расследование наше первое о возможных нарушениях, ну, покажет, были ли такие, и тогда будем решать, какую из статей применять. Я сейчас не могу назвать сумму. Точно. Я напомню, что у нас в гостях глава агентства гражданской авиации Латвии, Морис Городцов. Можете нам звонить. 67212-93-9, 67213-93-9. Ну, вот как раз звонок. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос, господин Городцов. Доброе утро, Юрий, меня зовут. У меня вот какой вопрос. В небе у нас тут сколько, там трое суток летало что-то. А как небо-то наше, получается, не защищено. Получается, что у нас натовские, мы стоят вещи здесь, которые должны бы, по идее, контролировать это летающее чудо. Вот, получается, что у нас свою, мы не можем защитить свою страну. Понятно. Спасибо. Нет ли угрозы, действительно, ну вот, насколько можно, контролируется ли воздушное пространство, каким способом можно его контролировать? Да, комментировать я это не могу, не наш профиль, это вопрос к военным, в первую очередь. Но, должен сказать, во время поисков его засекали и военные радары, и даже наши гражданские, Латвии из ГАИС-САТЭКС, да. То есть, он менял высоту, снижался очень низко, профиль, тоже рельеф местности, надо учитывать все препятствия. То есть, у всех радаров, у всей техники есть свои ограничения, да, здесь есть свои слепые зоны. То есть, но более подробно, я думаю, вопрос тут к военным, а я не могу даже больше комментировать. Ну, то есть, его было видно, но поймать его было сложно. Я сразу почему-то представляю себе, как в фильмах, как сетку на него накидывают, как это по-другому физически возможно. Ну, да, он перемещался, он не перемещался по прямой. Потому что, ну, я надеюсь, что некоторые системы, которые там стояли на борту, они срабатывали, либо отчасти срабатывали. И одна из таких подозревает, если он теряет контроль, рули становятся в таком положении, чтобы он кружил фиксированное крыло, это самолетоподобный, то есть он становится в круг. И тогда его можно локализовать и попытаться возобновить контроль. Отчасти, скорее всего, это срабатывало, потому что, если посмотреть по данным, как он перемещался, и он периодически был замечен, то он какими-то петлями передвигался, кругами. Но его либо ветер сносил, либо система периодически отключалась, он улетал в сторону, опять сделал круг, петлю, опять дальше улетел прямой. То есть и когда пока все воздушные суда, которые были задействованы, приближались, долетали до этого участка, где он был замечен радарами, либо свидетелями Земли, то есть он уже улетел. И не удавалось визуальный контакт с ним установить. Можно ли сказать, что сейчас в условиях пандемии, когда мы ограничены в передвижениях, вообще люди стали больше, те, у кого, может быть, были дроны, маленькие дроны, такие домашние, можно сказать, которые, наверное, не сравнятся с такими, о которых мы в последние дни говорим, но что все-таки люди стали чаще бывать на природе, пользоваться техникой, которой раньше, возможно, не пользовались. И имеете ли вы тут тоже нужно ли получать какие-то разрешения, если, не знаю, люди хотят пофотографироваться, поснимать что-то с дрона? Да, это замечено, больше полетов, ну, это влечет за собой больше нарушений, да, у нас 13 процессов об административных нарушениях в этом году. В прошлом году за весь год их было 25, то есть возрос интерес и та же активность. Да, многие сейчас, когда уже, ну, в изоляции находятся, либо в работе, нет возможности работать, интересуются, чтобы именно получать долгосрочное разрешение у нас, сдать эти пилотские, ну, теоретические знания, практических навыков. То есть, да, активность возросла. Какого плана это административные нарушения? Это чья-то частная территория залетают, высоту превышают? Какого плана? Да, ну, основная масса или количество нарушений, связанных с несанкционными полетами именно вблизи, либо, ну, не вблизи, а военных зонах, которые там имеют ограничения для полетов именно для зонок. У нас... Доброе утро. ...поектами кружат, без разрешения. Да, пожалуйста, вопрос. Доброе утро. У меня такой, может быть, наивный вопрос. Снабжён ли дрон таким устройством, как радиомаяк, и потеряв управление, и где-то приземлившись, в конце концов, разве он не должен подавать какие-то сигналы? Спасибо, да, понятно. Да, ну, это самый такой больной вопрос, да. То есть, конечно, должен, да, и фирма, которая его пускает, да, они, как правило, их пускают вне пределов прямой видимости, но для этого нужно наше разрешение. И, соответственно, он должен быть... Он должен отслеживаться, его место расположения. То есть, сейчас, ну, это второй процесс, именно в связи с этим разрешением, которое мы приостановили. Конечно, будем требовать, чтобы такого класса дроны были оборудованы, может, дополнительно, да, уже с использованием технологий, которые поменяются, ну, большой авиацией. Есть такие решения, они уже не так дорогостоящие и так много не весят, да. То есть, скорее всего, мы здесь, как говорится, гайки подтянем, и такого класса дроны должны будут оборудованы, дополнительно оборудованы. Чтобы не было так, что его невозможно найти. Это мы попытаемся предотвратить, чтобы такое не повторилось. Что же, если перейти к более крупным воздушным суднам, и, в общем-то, то, что волнует сейчас многих, это, конечно, полеты, их прекращение. У вас тоже сейчас, наверное, такое затишье в плане перемещения, с одной стороны, с другой стороны, и грузовые самолеты продолжают перемещаться, и специальные рейсы. И там ваше разрешение, мы так понимаем, тоже необходимо, и вы тоже следите за этим. Да, конечно, да. Работа проходит. С 13 мая, многих удивляет, что 12 мая вроде как могут отменить чрезвычайную ситуацию, и тогда, возможно, что и самолеты тоже полетят, но совершенно в другом порядке, с другими правилами, в другом количестве, понятное дело. И уже сейчас, на 13 мая, например, можно купить билеты. Как вы думаете, насколько это оптимистичные прогнозы и видение авиакомпаний? То есть, ну это не только авиакомпании. Все готовятся смягчать или снижать существующие ограничения. Все, я имею в виду, все государства в Евросоюзе, либо большинство из них. То есть, проводятся регулярно совещания, и очень государство сильно давит на Еврокомиссию, чтобы они побыстрее разработали рекомендации по единому толкованию новых требований либо новых ограничений, чтобы возможно было восстановить передвижение. И это касается всех видов транспорта. То есть, они обещают позднее, не позднее, как следующая среда, то есть, уже опубликовать для всего транспорта некоторые рекомендации. В том числе, толковать, что из себя представляет это социальное дистанцирование. А как его выполнить, как это полтора, либо два метра как это обеспечить, к примеру. То есть, все с нетерпением ждут этих рекомендаций. Второе, есть еще одно агентство европейского уровня, это Европейское агентство ценной безопасности, ИАСА, которое разрабатывает в пять направлениях уже более детальные также рекомендации, именно которые уже будут действовать для авиации. Большую работу все проводят вместе с агентствами, которые, ну, действуют, работают в области здравоохранения, чтобы это было согласовано с ними. И это уже несколько недель так, да. Чувствуется, что вскоре эти ограничения в нынешнем виде будут либо сняты, либо поменены, либо смягчены. То есть, мы надеемся, что некоторые движения уже начнется скоро. Ну, вот те прогнозы, которые сейчас озвучены по поводу будущих перелетов и правил перелетов, ходят различные слухи о том, что придется, может быть, сдавать чуть ли не анализ крови для, ну, пассажирам перед вылетом на COVID-19, хотя некоторые говорят, что это, ну, эти экспресс-тесты, они могут все равно не показать реальную картину, и там антитела вырабатываются через несколько дней после заражения. То есть, вот, есть там свои нюансы. И то, что действительно будут неполностью заполненные самолеты, что приведет к удорожанию билетов, в свою очередь, потому что авиакомпаниям, конечно, будет очень накладно ну, вот, вгонять пустые, полупустые самолеты, где не будет полная, ну, полностью заполнены салоны. Вот эти все опасения, насколько они имеются имеют под собой почву. Ну, к сожалению, они имеют под собой одно из решений существующей проблемы, как обеспечить социальное дистанцирование, либо как в русске, есть какое-то слово. Социальное дистанцирование так и есть, но и физическое дистанцирование тоже называют. Ну, да, да, физическое дистанцирование. То есть, и это для ряда авиакомпаний просто невыгодно, да. То есть, поэтому Еврокомиссия обещает вот именно это положение толковать. То есть, какие дополнительные меры могут компенсировать, либо считаться эквавилентными, да. Например, перед полетом, если проводится дезинфекция всех пассажирских креслов, если пассажиры обязаны находиться на борту в масках, если, ну, вот, растяжение, то есть, наполовину дополненный самолет. Например, члены семьи, например, могут сидеть вместе, да. То есть, это будет касаться аэропортов, да. Как там это обеспечивать. В Риге попробовали, когда вот во время репутационных полетов выдержать это расстояние двух метров. Ну, там очередь вне пределах терминала. То есть, видно, что авиация это требование выполнить не может, либо тогда только могут обслуживать один полет в час. То есть, это и у других государств та же картина. То есть, поэтому очень важно, чтобы эти мероприятия, они были едины для всех, да. Чтобы, если государства будут, ну, сохранять индивидуальные, отличные требования, конечно, эти полеты возобновятся, но пройдет очень длительный срок, да, пока все там придут в какой-то единый порядок, да. То есть, вот сейчас очень критически важно, чтобы был вот единый подход к этой проблеме. Что насчет персонала? Как вы это видите? Количество пилотов тоже, это говорят и компании, и перевозчики, и министр сообщения, в общем-то, тоже отметил, что, скорее всего, что, ну, сразу, как границы откроются, и воздушное пространство, все самолеты, которые стояли до сих пор, не полетят. Это и «Арболтик» уже заявили, что они уменьшают количество используемых самолетов, соответственно, и количество людей тоже, ну, такого количества людей не надо, не будет необходимости в них. Что вы на этот счет думаете? Ну, так оно и есть, практически все в авиакомпании, ну, у нас их таких видных три, это «Смартлинкс» – пассажирские перевозки, «Арболтик» – пассажирские, «Рафавио» – грузовые перевозки, да. То есть, грузовики, у них ничего не поменялось, у них сейчас объем полетов, перевозок докризисный, да. То есть, ну, грузы востребованы на данный момент. То есть, они никого не увольняли, никого не сокращали, да. Ну, коммерческие, пассажирские перевозчики, ну, «Арболтик» уволил несколько сот человек, меняет флот, ну, в таком плане, что будет у них только один тип воздушных судов использоваться, ну, и, соответственно, пилоты, которые были квалифицированы на «Боинг», либо на «Бомбардер» КВ-400, уже не будут востребованы, да. «Смартлинкс» их отпустил, ну, так, по домам, скажем так, да. То есть, массовых увольнений пока не проводил, то есть, смотрят и ожидают, как ситуация будет развиваться дальше. Но тоже все планы, которые были до кризисного увеличения флота, соответственно, будут пересмотрены, да. Они тоже возобновят в меньшем количестве самолетов. К сожалению, несколько сот человек потеряли работу. А куда могут пилоты пойти? Ну, понятное дело, стюардессы и стюарды, может быть, там могут как-то переквалифицироваться, но пилоты, люди, которые учатся там несколько лет, и такая специфическая профессия, где они бы могли себя применить пока что, как вы считаете? Очень хороший вопрос, кстати. Раньше, конечно, авиация в среднем через 8-7-8 лет терпит кризис, да. Когда валится рынок перевозок, банкротирует большое количество авиакомпаний, и пилоты становятся безработными. Но, как правило, этот кризис никогда не бывает продолжительным, потом скоро идет большой рост, и он, как правило, всегда после кризисной намного превышает докризисной ситуации. То есть и пилоты быстро находят, ну, сравнительно быстро, быстро находят другую работу. Но сейчас, когда вся мировая авиация остановилась, и неизвестно, как долго этот кризис продолжится, такой ситуации не было. Сейчас что-то прогнозировать я не берусь. Конечно, ситуация очень тяжелая в этом плане. Пилоты, ну, конечно, уже куда он переквалифицируется, да. Но это совсем тогда надо другую область деятельности менять. У нас звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Сделайте тише радиоприемник. Представьте себе ваш вопрос. Алло, добрый день, Вячеслав. У меня вот какой вопрос. Вот какие должны быть правильные действия частного лица, вот, если, допустим, он желает приобрести дрон, да, это нужно получить какое-то разрешение, это нужно его регистрировать где-то, ну, я понял, нужно проходить курсы при агенции гражданской авиации. Вот каким образом, вот, допустим, ну, конечно, не такой дрон, который там, о котором вы рассказываете, да, дрон вот именно такой для туристических целей, для вот, ну, для домашних целей. Спасибо. То есть для такого, ну, для частного пользования небольшой дрон вам ничего не надо, потому что все правила, они построены по такому принципу, и если он маленький, летайте в черте города не выше 50 метров, за пределами жилых мест до 120 метров, держитесь подальше от запретных зон, от объектов инфраструктуры, вам ничего не надо. То есть все требования и наше разрешение требуется, если одно из этих условий не выполняется, да. Надо, например, ближе к людям, ближе к собственности подлетать, летать выше или тяжелее, если дрон близко в районах аэропорта, то есть в районах повышенного риска, тогда уже действует требование, необходимо наше разрешение. И бывают ситуации, когда и нужно это теоретическое знание подтвердить и практические навыки. Но это для тех, которые свои полеты совершают в зонах высокого риска. Еще сразу, может быть, один звонок примем. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я сразу извиняюсь, если такой вопрос уже звучал, за то, что я могу повториться, я не сам в начале слышал передачу. Вопросы у меня два. Первый. Значит, Аэрбалтик открывает сообщения с Москвой, в частности, с Москвой и с Лондоном. Страны и города с очень тяжелой ситуацией. Почему они выбраны, так сказать, в качестве первой ступени полетов? Я полагаю, что не надо бы именно туда летать. Это рад. Второе. При возвращении самолета в Ригу будет ли человек, все пассажиры рейса, будут ли они обязаны проходить 14-дневный карантин? Если нет, то это очень опасно. Если да, кто будет лететь в страну, где нужно две недели сидеть и ждать? Спасибо. Спасибо. Ну, эти три карантинные требования, это то, что сильнее всего бьет по полетам и также по возможности восстановить полеты, прийти в нормальный уровень. Поэтому сейчас государство пересматривает эти ограничения. Будет ли это требование отменено? Ну, это мы увидим вскоре, как правительство решит. Почему Москва в Лондон? Я не могу ответить за место Аэрболтика. Этот вопрос я тоже им не задавал. Но, скорее всего, они связывают, ну, те, те, называемые репутационные рейсы. Они летят там, где больше всего наших соотечественников, которые желают вернуться, застрялись за границей и желают вернуться домой. То есть они, в первую очередь, связывают эти города. Вот по поводу возобновления в общем между странами. Вы тоже наверняка участвуете в каких-то дискуссиях, разговорах и обсуждении этих тем. Что делать, если какая-то страна, например, разрешила, а другая страна не разрешила? То есть, например, может быть, мы там, мы и в общем-то, границы не закрывали, вокруг нас их закрыли. Но если другая страна, например, не откроет, как это должно происходить? Все страны в один день должны открыть границы? Или постепенно между, не знаю, Латвия, Литва, Эстония сначала, потом, может быть, Польша, Чехия вот уже, например, открыла? Как это в вашем... Как вы это видите? Да. Сейчас, ну, правильно, регулярное совещание, обмен информацией. В том числе, мы даем свои ограничения в общую, ну, как бы, информационную базу, и так все государства. Потом это все циркулируется, распространяется между государствами, чтобы мы знали, где какие ограничения есть. И эту информацию передавали своим авиакомпаниям, своим перевозчикам. То есть они уже смотрят, где схожие ограничения, которые они могут выполнить, и пассажиры, которые могут выполнить. Ну, и там, конечно, в первую очередь возобновятся полеты и движения. То есть сегодня я слышал новость, что проводится встреча премьеров балтийских стран. То есть они именно этот вопрос обсуждают, чтобы в пространстве балтийских государств эти ограничения, либо новый режим, он был един, сопоставим между собой. Что именно по этой причине, чтобы можно было восстановить движение транспорта. И так это будет происходить дальше. Я вот начал с этой информацией, что очень ключевой роль сейчас может играть именно Еврокомиссия, обеспечив единое применение этих ограничений у всех государств. Те прогнозы, которые делают тоже разные европейские агентства, они четко показывают, если государства будут снимать ограничения единым образом, то весь этот транспорт, полет и поток, он восстановится намного быстрее, чем, если вот индивидуально каждый по-своему. Как Вы считаете, еще есть разговор о том, что может быть вторая волна, что может быть рано расслабляться не стоит, и как может сейчас развиваться ситуация, то есть сейчас, например, будут какие-то послабления, примут новые правила, начнут летать по новым правилам, но, например, осенью опять будет какое-то ограничение, вот эти качели, они насколько опасны, или лучше по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а не там сразу открывать и потом опять закрываться? Ну, правильно, конечно, по чуть-чуть, тут важно, чтобы этот вирус не распространялся лавинообразно, потому что это все парализует всю систему здравоохранения, здравоохранения, то есть тут важно, чтобы эта система с этой ситуацией и с новой ситуацией справлялась и продолжала справляться, поэтому все эти новые ограничения и режим, они согласовываются, они вырабатываются совместно с агентствами по здравоохранению, именно из-за этого, чтобы не было второго скачка, чтобы не было лавинообразного распространения, как только начнем передвигаться там. Ну, вот еще одна проблема, как раз-таки лоукостеры, которые могут уйти с рынка, получается так, что цены могут вырасти на билеты, но с другой стороны, очень много людей потеряло работу или у них сократились доходы, и таким образом, не ударит ли это тоже по отрасли гражданской авиации, что люди не будут в состоянии покупать еще более дорогие билеты, у них поездка, например, куда-то на отдых станет просто недоступным развлечением? Ударит, и это, конечно, аргумент. Большая часть общества осталась без доходов, и даже если нет уже никаких ограничений, скажем так, то многие уже не смогут позволить перемещаться ни самолетами, не говоря о каких-то турпоездках или отдыхах. Да, конечно, это все ударит, отрицательно скажется, однозначно. Видите ли вы уже сейчас, возможно, вы такие рекомендации даете авиакомпаниям, в том числе, как будут выглядеть персонал в самолетах, это останутся костюмы, маски, очки, или все-таки как-то более, не так устрашающе могут они выглядеть через какое-то время? Ну, трудно сказать. Ждем этих рекомендаций. Сейчас авиакомпании реагируют сами, опираясь на то, какие требования государство прилета и вылета устанавливает. Ну, и также пытаются сохранить и защищить свой персонал. То есть, ну, сейчас каждый действует по-своему. продолжится ли это и как это будет выглядеть в дальнейшем, ну, жизнь покажет. Сейчас я не могу отыскать. Про потребительские привычки тоже хотелось бы ваше экспертное мнение услышать. Раньше люди покупали билеты, смотрели их на будущее и покупали, например, потому что, возможно, через полгода, через 9 месяцев дешевле можно купить, чем за неделю или за месяц, за два. Сейчас возможно, что люди станут аккуратнее, уже не будут так надолго планировать свои поездки и полеты. Что вы думаете на этот счет? Ну, такая тенденция наблюдалась уже до кризисного времени. То есть, пассажиры сейчас желают, и такая возможность была, ноукостеры предоставляли сравнительно дешевые цены практически в любой момент пассажирцы этим пользовались. Такого долгосрочного планирования уже не проводили. Сейчас это будет еще более выражено. Да, наверное, уже просто время. Заканчивается у нас время. Спасибо. Глава агентства гражданской авиации Латвии Марис Градцов был у нас по Zoom. Спасибо вам за ваше время. Надеемся, что более ясная ситуация станет со временем. Спасибо вам и удачи. Всего хорошего. До свидания. Спасибо вам тоже.